МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тапочки? Нет. Мюли? Толстовка? Нет. Худи? Брюки? Нет. Килоты? От всех этих модных словечек ну вот просто кружится голова. На самом деле, на мой взгляд, это просто уметь сочетать одно с другим. Сегодня как раз об этом. Это Казах Лайфсен в Ваян Махсадхазе. И ближайшие полчаса о жизни, о стиле, о моде. Мироберген. Стилист, которая поможет вам создать целый гардероб из нескольких вещей. Женщина, которая доказала, что можно начать новую жизнь после 40 и быть успешной, занимаясь любимым делом. Ведь она стала одной из лучших выпускниц курса стилистов в Москве. В ее руках яркая юбка станет отличным дополнением к 10 образам. Один ремень решит множество проблем, а платья комбинации придут на помощь во время путешествий. И сегодня у меня в гостях Мироберген. У вас клевое имя и не менее клевая фамилия. Мироберген. И очень сильно подходит к нашей сегодняшней теме. Поэтому я буду говорить Мироберген, наш стилист. Сегодня наше первое знакомство. Да, я очень рада. Да, я тоже. Говорят, вы клевый стилист. Говорят, что это позднее зажигание. Да, есть такое. Говорят, что вы прошли через тернии к звездам. И сегодня вы один из самых востребованных людей, который учит нас, женщин, может быть и мужчин, правильно носить одежду. И даже детей. И даже детей. Да. Давайте начнем с первого вопроса. Почему позднее зажигание? И почему все-таки при позднем зажигании пришли к такой профессии очень необычной и, на мой взгляд, очень сложной, которая требует многих знаний? Я сейчас буду говорить на камеру свой возраст. И я его не стесняюсь. Я вообще тоже не стесняюсь. Да. Позднее зажигание у меня случилось, боем, в 45 лет. А вам больше, чем в 45 уже? Да. Я бабушка. А вы видите городом? У меня есть взрослые дети, у меня есть внук. И, видимо, как раз наличие таких взрослых детей, уже способных заниматься своей жизнью, наконец, стало толчком того, что я в один момент подумала, слушай, дорогая, если это последний год твоей жизни, ну, не дай бог тьфу-тьфу, но если это последний год твоей жизни, чем бы ты хотела заниматься? И вот я долго перебирала в голове, что же вот действительно мне нравится, и я поняла, мне ужасно нравится шляться по магазинам. Прям шляться. Прям шляться. Я прям готова. Вот если нет... Если есть деньги, то это шоппинг. Ну, до этого было. Если нет денег, то это зыринг. В любом случае нужно шляться по магазинам. Так вот, я очень люблю шляться по магазинам, и, в принципе, я понимаю, как нужно одевать людей. И из всего этого родилась идея стать стилистом. Слушайте, Мира, пардон, с чего вы взяли в 45 лет, чтобы вы умеете одевать людей? Да, смотрите, с чего я это взяла? С того, что я это делала постоянно, на регулярной основе, но на бесплатной основе. То есть ко мне постоянно обращались друзья, подруги, родственники, причем совершенно разных возрастов, и на самом деле я шлялась по магазинам с ними регулярно. Но я понимала при этом, что мне не хватает знаний. То есть подошли плавненько к второму вопросу. Где вы получили знания? Училась я на курсе у Татьяны Тимофеевой. У нее есть курс для профессиональных стилистов. Была очень сложная работа, на самом деле. Это была прям не учеба, а работа. Большей частью это была практика. Потом защитила дипломный проект. Ну, получила, скажем так, звание одной из лучших выпускниц этого курса, при том, что большинство моих однокурсниц мне годились в дочери. Но самое главное знание, Баян, я получаю это все-таки в примерочных. С каждой конкретной девушкой, с каждой конкретной клиенткой. Мы сейчас туда пойдем. Самая моя главная школа, это все-таки примерочные в магазинах. И, конечно, уверенность в себе. Когда женщина смотрит на себя в зеркало перед выходом из дома, и она нравится себе, то перед этой женщиной, я считаю, что открываются все двери. Слушайте, ну, 9 из 10 женщин могут нравиться себе, и 8 из них будут выглядеть дурно. Ну, это же не главное. Я бы не сказала. Нет, для меня все-таки главное, чтобы женщина нравилась себе. Я, если честно, как стилист, да, я не лезу со своими советами, да, или со своими рекомендациями, со своим профессионализмом. Я не лезу к тем женщинам, которых устраивает все. На самом деле... Ну, ты как-то очень интересно одеты. Да, вот миксанули обычную футболку с принтом, с юбкой, фиолетово-зелено-черной, с таким, с крупными чешуями, чешуя, да. И еще плюс добавили... Знаете, такая рабочая куртка. Деталь рабочую куртку. Это рабочая куртка практически. Такого железнодорожника, да. Вот у них же такая оранжевая. Ну, весьма стильно смотрится. Спасибо. И точно, мне кажется, вы не из журнальчиков это все выцепили для себя. Нет, это... Взяли, миксанули, все, что думаю, есть. Да, это мое собственное, скажем так, изобретение. Более того, эта юбка у меня работает в таком количестве луков. Я хожу в ней на той, я хожу в ней на девичники, я снимаюсь в ней на фотосессиях. Более того, у меня даже была фотосессия в Таиланде на пляже в этой юбке. То есть сверху был купальник, а в нижней части была вот эта юбка. И я за то, чтобы каждая вещь, какой бы она ни была, ну, это же нестандартная юбка, да. И ее трудно назвать там просто серой, там, обычной офисной юбкой. Так вот, я за то, чтобы даже такая нестандартная вещь, как эта юбка или вот эта рабочая куртка, работали на человека, отрабатывая все, что на них потрачено, и даже больше. Мы закончили нашу вводную часть, наше знакомство. Очень приятно. Мы сейчас идем к мудборду, где наши дизайнеры, ну, вот, показывают нам, рассказывают, что нынче в моде, какие тренды, ну, и главное, чем они вдохновляются. У нас к вам совершенно другое задание, сейчас я вам его расскажу и задам вам эту задачу. Окей, пойдемте. Мира, ну, в общем, наши редакторы подготовили для вас фотографии наших извечных, извечных, говорю, известных. Некоторые извечные здесь, если честно. Да, медиаэкерсоны, некоторые из них извечные. Ну, посмотрите, кто из них вкусно, а кто безвкусно. Боякерсоны, если честно, да, девочки хотели сделать подставу, да, для меня, чтобы я немножечко в пух и прах, да, разнесла образы. Если честно, здесь сложно это сделать, будучи объективной. Здесь очень много, здесь на самом деле больше красивого, больше стильного и больше трендового. Ну, хорошо, давайте разберем по трендам, кто у нас в тренде. Ну, давайте. Давайте начнем с простых трендов, да, которые абсолютно носимые, скажем так, для девочки с соседнего дома. Бидашка ее зовут. Соседнего двора. Болжан, на самом деле. Да, вот. Болжан прекрасно одета. Вот то, о чем мы говорили, да, сейчас микс таких абсолютно женственного образа, горошек, валанчики. И сверху надета абсолютно базовая футболка с принтом, как сейчас модно. И кроссовки, да. Причем кроссовки, чем тяжелее, чем спортивнее, тем это моднее выглядит. А я вот как-то побаиваюсь надевать такие прям огромные. Только как карандаш в стакане получается. Смотрите, тренд на агли кроссовки, да, сейчас потихонечку уже успокаивается. Он у нас уже не первый сезон. Самое страшное сейчас появляется тренд на агли туфли. Боже мой. То есть это такие немножечко уродские туфли. И вот это реально мой глаз, даже мой глаз, который работает каждый день с какими-то трендами, до сих пор не может к нему привыкнуть. Поэтому агли кроссовки – это не самое страшное. У меня есть такие уродские туфли. Можете вытаскивать. Да, да, да. Я их купила, знаете, когда, наверное, лет 7 назад. Будете в тренде вытаскивать их. Вот. Что еще из такого повседневного, да, что можно было бы применить любой девушке, которая смотрит Инстаграм звезд и может скопировать? На самом деле ничего страшного в плагиате нет. Если брать за, скажем, за основу, за пример человека с хорошим вкусом, селебрити, то просто копируя его образы, можно постепенно развивать свой хороший вкус. Вот. Вот еще один тренд очень сейчас модный и абсолютно носимый на улице, такой стрит-стайл – это комбинезоны. Особенно джинсовые комбинезоны. Да, у комбинезона есть некоторые, скажем так, неудобства в носке. Фундаментальные, я бы сказала. Фундаментальные, я бы сказала, непреодолимые. И знаете, Баян, я сейчас стала своим клиенткам предлагать, которые говорят, что для меня не столько важен стиль, модность, тренд, сколько важно удобство. Особенно вот мамочки, да, кормящие, которые в декрете. Я стала им предлагать другую альтернативу. Мы собираем джинсы и рубашку примерно в одном цвете, да, заправляем, застегиваем ремнем и, в принципе, визуально получаем комбинезон. А при этом без тех, скажем так, физических неудобств, которые доставляет сам комбинезон. Вот. Вот еще один пример смешения, да, скажем так, того, чего не смешивали еще там лет 7-10 назад. Лаковая юбка, каблуки, бадфорты и сверху абсолютно спортивное худи. Что мне здесь еще нравится? Мне очень нравится вот этот образ. Он просто вот настолько выверен. Он сделан, в принципе, из простых вещей. Здесь из сложного только корсет. И корсет здесь – это не часть, не элемент одежды, это элемент аксессуара, по сути. А там взята белая рубашка, обычная клетчатая мини-юбка, обычный кроссбоди, на голове шапочка. Все абсолютно базовое. И просто добавив сюда вот такой вот достаточно активный аксессуар, девушка получает очень стильный образ. Первое место я бы отдала этой девушке. Второе место отдала бы этой девушке не за сложность образа, а как раз за простоту его использования. Так, бедашка. За простоту его повторения. Ага. Вы всех смотрите, чтобы потом не обиделись. Он абсолютно... А я даже не знаю, по какому принципу я собираю. Так, что еще мне нравится? Мне нравится вот этот образ. Да, это камшат. Мне очень нравится вот этот образ. Он такой минималистичный, знаете, в стиле японских дизайнеров. Ага. Они любят вот такие вещи. Это вот поиск обуха, типа повторен, да, который в кимоно используется. Ага. Так, что мне еще нравится? Так, третье место – камшат. Это четвертая. Вот эта девушка мне очень нравится. Она такая... Такой легкий боха или богема шик, я бы сказала, да. И, ну, вот пятое место, наверное, вот эту девушку. Пятое. Вот это моя пятерка. Поэтому надо работать с профессионалами. То есть все остальное вы отмечать не хотите. Я бы остановилась на этой пятерке. Все остальные, в принципе, одеты хорошо. Но вот, знаете, по какому принципу я оцениваю свою работу даже, да? Когда я работаю с клиенткой, ну, скажем, в примерочной, в магазине, мы собираем ей образы, я бываю удовлетворена своей работой. Если я понимаю, что встретив эту девушку где-нибудь на улице, я не знаю, в кинотеатре, в кафе, если бы она шла навстречу мне, я бы оглянулась ей вслед. С удовольствием оглянулась, разглядывая ее образ. Вот этим девушкам я бы оглянулась вслед. Супер. Пойдемте проверим вас на деле. В общем, вы принесли с собой базовые вещи, с которыми вам сейчас придется справиться. Наши девочки взяли по одной вещице и решили сами скомпоновать. То есть они тоже сами поработали сам себе стили. Сам себе стили. Вот сейчас вы, если есть ошибки, скажете, что есть ошибки. Если их нет, скажете, это перфект, это великолепно. Пойдем ко мне работать. Девочки, выходите. Вот девочка пришла, наша модель. Это ее брюки или это килоты. Это брюки. Это брюки. Топик. Вот она выбрала этот базовый пиджак. Подходит, нет? Я вижу по ее лицу, что ей не нравится, как этот пиджак сидит на ней. Но она его выбрала. Да. Баян, смотрите. Большинство девушек, да, среднестатистических, приходя в магазин, ориентируясь на то, что они видят в каталогах, на то, что они видят в инстаграме, приходят в магазин, надевают на себя эту же вещь, которую они видели, надетой на модели, да, смотрят на себя в зеркало, и что? И что? Разочаровывают. Разочаровывают. Причем чаще всего, что самое страшное, разочаровываются не в этой вещи, потому что она же красиво сидит на ком-то. Она зачаровывается в себе. Это неправильные выводы. Во-первых, либо вещь может ей не подходить просто-напросто, это не ее вещь, либо вещь нужно правильно посадить. Я сейчас сделаю буквально три движения, да, и девушка, я думаю, себе понравится в этом виде. Так. Три движения? Три движения. Считаем. Раз движение. Смотрите, лайфхак расскажу, да. Сейчас очень модно подвернутые рукава. Объясню, почему это красиво. Это всегда уменьшает на один-два размера объемы фигуры, потому что мы открываем самую изящную часть, это руку до локтя. Так вот, большинство девушек не любят это делать, потому что рука в процессе жизни съезжает все время вниз. Что мы делаем? Мы вот так заворачиваем, делаем подворот. Вы тоже можете, Баян, пользоваться этим лайфхаком. Сюда засовываем. А я всегда им пользуюсь. Да. Сюда засовываем резиночку для волос. Если нет для волос, то для денег. Ага. Если нет денег, то для денег. А, про резиночку не знала. И все. И у нас это будет держаться целый день. Дальше мы добавляем волшебный аксессуар под названием ремень. Причем, знаете, на моей практике один базовый ремень решает проблемы со всеми образами. Абсолютно. То есть если правильно его подобрать, то он будет работать во всех образах. И немножечко. Базовый – это серый, черный, коричневый. Нет, нет, нет. Белый. Абсолютно. Дело не в цвете. Смотрите. В фактуре? Этот вообще какой-то весь разноцветный. Дело в форме. У него должна быть простая форма, которая не относится ни к какому стилю. И сейчас мы добавим сюда сумочку кроссбоди. Так, ныряем. Все. И вот, Баян, просто со стороны сравните, как она выглядела просто в пиджаке, и как она выглядит в законченном образе. В принципе, я бы сюда, ну, для каждого дня порекомендовала бы плоский ход, обычные вот, типа, таких белые кеды. Все, девушка выглядит достаточно трендово. Да. И она уже улыбается. Она на стиле. И все нравится. И она себе нравится. Спасибо. А ведь тот же самый пиджак. Спасибо. Баян, я хочу продемонстрировать одну из типичных ошибок, которые допускают, скажем так, наши девушки на шопинге и после формирования своего гардероба. Если куплен костюм, то его нужно носить костюмом. Это же только, это же по меня. Все, мы сейчас посмотрим, как это делается. Я попрошу нашу модель надеть этот костюм и вернуться к нам. И потом мы посмотрим варианты. Девочки, выходите. Блин, и знаете, самое тяжелое, что в этом платье, то, что вот в таком виде надеть его и выйти на улицу, даже если это будет уместно, да, могут позволить себе, ну, я не знаю, 10%, наверное, да, среднестатистических девушек, которые ходят по улицам, которые ходят в магазины. Мы просто добавляем еще один элемент, надеваем. Так, поднимаем рукавчики. А если ручки полненькие и коротенькие, поднимать рукав хорошо? Все равно хорошо. Все равно хорошо, да. Просто там нужно понимать, какую длину нужно поднимать. Так, давайте не будем запахиваться. Смотрите, здесь тоже есть два варианта, как это носить. Либо ремень будет снутри, и вот так вот пиджачок сверху. То есть вот это образ, который можно носить на работу. Запросто. Либо еще один вариант. Мы добавляем ремень сверху. Все. Топ юбка и сверху жакет. Еще есть варианты. Снимайте пиджачок. Я сейчас покажу. Так, белая рубашка. Белая рубашка поверх комбинации. Аккуратненько. Помогу сейчас. Так, тоже рукавчик тянем вверх. Смотрите, вот так вот, ну, как бы опять надела примерочный, да, и непонятно, что надето на девушке. Потяните рукав наверх, пожалуйста. Модная девушка. И все тоже платье комбинация. Весьма. Более того, к нему можно добавлять вот такую куртку, как на мне. Баян, можно добавить вашу футболку и тоже перехватить ее. Это моя футболка. Я ее никому не отдам. Мы не посягаем на вашу футболку. Смотрите, еще покажу лайфхаки, да. То есть можно добавить вот эту футболку. Причем футболку можно вариативно надеть на платье. Под платье и можно на платье. Если надеваем на платье, то чтобы не потерять длину ног, его футболку фиксируем либо ремнем, либо завязываем вот узлом. И еще один интересный вариант. Вот представьте себе, что у нас рубашки нету вот этой, да. Мы на платье надеваем эту юбку и получаем топ и юбку. То есть вариантов у этого платья. А, на платье. Да, да. Вариантов у этого платья очень много. Я вообще вот такие платья очень рекомендую брать с собой в отпуск, потому что они занимают очень мало места и создают, ну, минимум пять, в лучшем случае еще десять вариантов образов в отпуске. И экономят место в чемодане. Так, ну, давайте посмотрим. В якобы неделимом костюме. Да, пример по неделимому костюму. Ну, вы уже знаете, да, что мы делаем? Сразу вот так вот. Девушка изунылой сразу становится, знаете, такой задорной. Более легкий вариант костюма получается. Правильно сделала, что заправила футболку, потому что если футболку вытащить, то, опять же, укоротятся ноги. Этой девушке это, конечно, не страшно, но в большинстве случаев, да, потери там пяти или там семи сантиметров. Но это же наше национальное длинное тело, короткие ноги. Это проблема, сразу становится проблемой. Поэтому я обычно на примерках, на шопинге говорю своим клиентам, где будем делать талию. Чем выше делаем талию, тем длиннее ноги. Талию обычно делаем ремнем. Смотрите, Баян, тот же ремень, да, у нас работает и в этом образе. То, о чем я говорила, базовое, наличие базового ремня спасет вас в любом образе. Можно юбочку поменять. Да, сейчас. Вот, Баян, уже включилась в процесс. Смотрите. То есть этот костюм можно надеть с футболкой. Отдельно эти брюки можно надеть точно так же, как та модель надевала, с рубашкой, и перепоясать ремнем, либо заправить. Смотрите. Не обязательно... Ну а если с талией проблема, что делать? Сейчас, секунду. Так. И эту же куртку, да, или как ее назовем, жакет, можно надеть вот с такой юбкой. Смотрите, какой образ получается. Прекрасно смотрится. Шикарно. И все у нас сочетается между собой. Вы знаете, как я советую своим клиенткам делать? Либо мы, ну, когда это моя клиентка, мы отфотографируем все эти образы, все возможности просто в примерочной, да, вешаем на вешалку и создаем такой лук-бук, который у нее всегда есть в телефоне. Если это девушка хочет сделать сама, то нужно потратить там какое-то время там вечером, когда спокойно, когда дети не достают, муж накормлен, свекровь тоже куда-то ушла той гада. Тогда просто перебрать все варианты, то есть вот взять вот такую юбку и перепробовать с ней все варианты верха. И каждый вариант просто фотографировать на телефон. Потом, имея этот лук-бук, просто, ну, в зависимости от погоды, настроения, уместности, просто выбирать свой образ, надевать и идти. То есть всегда иметь под рукой вот такую шпаргалку. Это очень удобно. Спасибо за мастер-класс. Мира. Миру. Миру. Миру Берген. Миру-мир. Да. Пойдемте тогда уже фотографироваться. Пойдемте. На память. И я там тоже кое-что расскажу. Фотография сейчас приобретает такое значение, что если ты там не был... А, если ты там не сфотографировался, то ты там не был. Вы же понимаете, что теперь везде нужно отчекиниться, везде нужно отфотографироваться. Вон, даже мой телефон сейчас занимается тем, что меня фотографируют. Ну, и так вот, допустим, я у Пизанской башни, что делать с этим? Когда вы у Пизанской башни, когда вы вообще поехали во Францию, скажем так, вышли с утра из отеля, и вам нужно сделать на разных локациях много фотографий. Вы этим фотоконтентом, ну, не вы лично, но большинство девушек этим фотоконтентом потом будут спамить свою ленту еще полгода. И все время фотографироваться в одном и том же, ну, это реально ту мач. Так вот, что нужно делать? Что я делаю в своих поездках? Я кладу в сумку с собой дополнительно несколько очков разных, там, разного цвета, разной формы. Я кладу яркую помаду. Я беру с собой яркие украшения. Все это занимает совсем мало места. Беру, кидаю туда платок и какую-нибудь яркую футболку запасную, переодеться. Так вот, благодаря этому я за целый день могу отфотографировать столько контента, что вообще потом полгода просто писать посты и не париться над тем, какую фотографию мне туда выставить. И не париться, что на этих фотографиях все время Пизанская башня. Очень полезные были полчаса, на мой взгляд, и даже я, ну, вот, кое-что для себя определила. Супер. Спасибо большое. Вам спасибо. И еще раз хочу напомнить вам, чтобы вы все и мы все следили за модой и ни в коем случае не изменяли своему стилю. Встретимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин